книга открытым оком том 12 тема вера вопрос 2732 прощается ли человеку некрещеному грехи после истинного покаяния нужно ли некрещеному человеку ходить на покаяние исповедь беспричастия отвечает игнатий тихонович лапкин если брать отдельные стихи библии то можно просто каяться и получать прощение таких мест очень много конечно не просто покаяться сказав виноват но с верою в искупительную жертву христа лука 24 47 и проповедано быть во имя его покаянию и прощению грехов во всех народах начиная с иерусалима деяния 5 31 его возвысил бог десницу и своею в начальника и спасителя дабы дать израилю покаяние и прощение грехов деяния 10 43 о нем все пророки свидетельствуют что всякий верующий в него получит прощение грехов именем его но на самом деле здесь подразумевается что после покаяния человек примет истинное крещение исполнится духом святым тогда он делается членом церкви христовой деяние 238 петр же сказал им покайтесь и докреститься каждый из вас во имя иисуса христа для прощения грехов и получите дар святаго духа деяние 22 16 и так что ты медлишь встань крестись и омой грехи твои призвав имя господа иисуса как ветхом завете бог и и губа установил определенный порядок получения прощения грехов через жертвоприношения хотя прощение грехов и не было до смерти христа так и сейчас в новом завете очень строгий определенный порядок входа в церковь спасение же только в церкви деяние 247 господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви хвалиться не полезно новичку и даже тем кто путь путь уже окончил едва расслабился душа не на чеку и не вынесет прибой на самый кончик несовершенство в деле и словах легко заметить сравнивая с богом наш иегова он обрезанным аллах увидишь сразу их начать бы снова слова из библии принизят эйфорию рекорда гиннеса замшелые культяпки для пола женского оригинал мария вся жизнь таким одни сплошные святки хвалиться можно господом что знаешь как благ как милосердь всевышний что стал овсой теперь не волчьей стая столь вожделенная теперь считаешь лишним не нашей силой выучкой талантом но божьей милостью его долготерпением для христиан совсем иная планка не горловое а из сердца пенья смиренно признаю кому обязан успехами довольством и друзьями кто излечил от рака и проказы свою дружину мученики взяли он осиял пришел во мне вселился и тихом веньем наполнил паруса незабываемо как дрогнула темница когда апостолов достигли голоса хвались тем днем когда родился свыше хвались часами с библии раскрытой среди свиней и выкриков расслышал поднялся распрямился от корыта хвалебный гин не умолкает ночью что с божьей помощью обрел светильник хвалюсь иисусом пою сколь хватит мочи мой пастырь добрый милосерд и сильный 15 февраля 2005 год игнатий тихонович лапкин